Вы на канале YouTube, канале Украина Сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это мотивирует нас лучше работать для вас. Подбирать интересные темы, как, например, следующее. Разгром армии Российской Федерации в районе Волчанской РФ могла потерять там целую военно-воздушную, воздушно-десантную бригаду. Об этом пишет Forbes. Вероятнее всего, речь идет об элитной российской 83-й воздушно-десантной бригаде. Насколько это болезненный удар для врага? Об этом далее в нашем сюжете. Ну и после сюжета обсуждение. Украинцы, вероятнее всего, разгромили элитную российскую воздушно-штурмовую бригаду в Волчанске Харьковской области, пишет Forbes. Российское наступление в День Победы через северную границу Украины с Россией, возможно, было направлено на захват широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к городу Харькову, расположенному в 25 милях к югу. Более амбициозно то, что российские командиры, возможно, надеялись выступить на сам Харьков. Но случилось не так, как планировали россияне и после встречи с украинцами приняли решение отступать. Захваченные в ловушку солдаты, возможно, долго не продержатся. Украинские ВВС сбрасывали высокоточные планирующие бомбы по химическому заводу, постепенно превращая его в руины. Наступление на Харьков успехом не увенчалось. Они завязли в нашей обороне, они загрузили в контрударных действиях украинских войск, возглавляемых бригадным генералом Михаилом Дропатом. Они пытались проломиться в Волчанск, но у них это не очень получилось. Там работали десантники и подразделения 6-й армии российской, той, которая уже неоднократно получала от наших войск, что и причитается. По разным оценкам, в кольце, по сути, у украинцев несколько десятков оккупантов. Среди заблокированных на агрегатном заводе это сотрудники Самарского СОБРа и, соответственно, сотрудники отряда сил специального назначения ССО Российской Федерации. Получается, россияне следуют своим старым добрым традициям и бросают на пушечное мясо всех подряд. Это узкоспециализированные бойцы, функционал которых не соответственно штурмовые действия в условиях городской застройки. Весьма показательно, что и морская пехота используется в качестве штурмовой пехоты. Хотя основной функционал морской пехоты это захват плацдармов и удержание до подхода основных сил. Вот это свидетельство, ну, скажем так, серьезных проблем у российских оккупантов. Всеми правдами и неправдами Россия старается удержать Харьковский фронт, чтобы рассредоточить украинскую армию. Они пытаются продавить нашу оборону. Где-то мы идем в контрнаступление, где-то... Ну, в контратаке. Контрнаступление это назвать сложно. Где-то они пытаются продавиться. То есть, в общем, идут то, что называется бои местного значения. Но глобальные цели прорыва к Волчанску, выход на оперативный простор и возможности выйти на Харьков-Дергачи и дальше прорваться между Харьковым и Сумами в юг, в южном направлении у россиян не получилось. На данный момент оккупанты передислоцируют личные составы с целью возможного расширения фронта боевых действий. Речь идет о приграничье Белгородской области. О чем это может свидетельствовать, обсудим студии. Спикер Украинской добровольческой армии Юг и военный эксперт Сергей Братчук присоединяется к нашему эфиру. Сергей Борисович, рад приветствовать. Слава Украине, слава вооруженным силам. С Днем Конституции тоже рад видеть. Героям слава. Да, спасибо большое. С Днем Конституции и вас поздравляю. День Конституции Украины это как раз сегодня, когда мы пишем этот разговор. Сергей Борисович, как считаете, почему Волчанск является одним из тех направлений, на которых оккупант делает акцент или концентрирует свои усилия конкретно на этом направлении? Ну, не забываем о том, что два направления, которые были выбраны, это Липцы и Волчанск, это по замыслу российских оккупантов, должны быть те направления, которые в итоге соединялись бы в один плацдарм, плацдарм, который имел бы уже такое оперативное значение и тогда открывалась бы действительно дорога на Харьков. Я сомневаюсь, что враг попытался бы атаковать в лобовых атаках наш город-миллионник, но по флангам, наверное, действовал бы очень активно. Для этого задействовал максимальное количество тех лидеров, которые он готовил к этой Харьковской, подчеркиваю, наступательной операции, которая должна была стать Блицкригом. Ну и, собственно, мы помним, что Волчанск освобождали наши военные. Волчанск – это тот город, который враг провозгласил в том числе столицей, так называемой Харьковской области в составе Российской Федерации. То есть тут, ну, скажем так, такое эмоционально-сакральное для россиян значение вот этого наступления. Но самое главное – это оперативный простор, который позволял бы потом уже двигаться, в том числе и пробивать дорогу, возможно, на южные направления наступления. Ну, то есть то, что должно было сегодня быть уже совершенно на другой стадии. Ну, абсолютно верно. Враг, Блицкриг у него не удался. Враг за груз в этой нашей обороне. Надо отдать должное нашим командирам и бойцам, которые на Харьковском направлении сработали, ну, действительно, просто супер. Подтянулись те подразделения, которые выполняли и не совсем видимую для нас работу, вполне вероятно. Но, тем не менее, мы говорим о различных подразделениях из сил специальных операций. И здесь были задействованы, в том числе, подразделения Главного управления разведки, которые, понятное дело, не штурмовали врага в лоб. Но, тем не менее, выполнили очень большой объем работы, который в итоге позволил сегодня, действительно, не допустить соединения этих двух клацдармов. А Липцита вообще враг получил по зубам очень здорово. Ну, и, собственно, о Волчанске. Давайте посмотрим. Контр-атакующие действия, понятно, мы не говорим, действительно, я со своим коллегой Александром соглашусь, он в сюжете об этом сказал, что мы не говорим о каком-то контрнаступлении. Но вот контр-атаковательные, атакующие действия, которые провели украинцы, они привели к тому, что сегодня есть заблокированные российские подразделения на заводе агрегат. Сегодня большая половина Волчанска контролируется вооруженными силами Украины. Ну, и, собственно, самые главные итоги этого неудавшегося Блицкрига. Многие соединения российской армии потеряли боеспособность. Что такое потеря боеспособности? Есть определенные нормативы. Так вот, эти нормативы для российской армии, для российских подразделений на этом направлении, они все были уже давно пройдены. Вот эти красные линии, как они любят говорить, то есть до последнего их там держали, получили по зубам. Я не знаю теперь, сколько времени идет на восстановление тех или иных подразделений. А речь не идет там о батальонах. Речь идет, например, о бригадах, речь идет о полках. Причем это и на Волчанском направлении, и на направлении липцы. Части отводятся в тыл. Ну и, собственно, теперь сколько времени понадобится на то, чтобы восстановить свои потери. Ну а добавим сюда обязательно еще и психологический аспект. Это очень болезненно бьет по тем частям, которым обещали, наверное, что они за три дня пройдут до Харькова, и потом город на разграбление, как это водится у российских террористов. Берите все, что хотите. Не получилось. Взяли, даже не все взяли пакеты. Сергей Борисович, как вы считаете, западные издания, те, которые чаще всего публикуют более-менее проверенную информацию, или даже проверенную информацию, тем не менее, подобная публикация, согласно которой, возможно, речь идет об элитной российской 83-й воздушно-десантной бригаде, а бригада это от трех до пяти тысяч человек, это все-таки значительные потери для армии оккупанта. Как считаете, можно ли доверять подобным данным, или все-таки, ну тут, я понимаю, следует сохранять холодный мозг и горячее сердце в положительном смысле, но тем не менее, кому доверять сейчас конкретно по этой информации? Ну, я скажу так, что очень часто западные издания ссылаются на некие анонимные источники, как правило, берут эту информацию, в том числе и с публикацией определенных наших экспертов, аналитиков, которые могут себе позволить публиковать, не сильно раскрывая какие-то военные тайны, ту информацию, по которой можно сделать определенные выводы. Аналитика и аналитические умы работают с любой информацией, в том числе и с той, которая выходит официально, сухая, но очень часто здесь, между строк, в том числе и в сообщении Генштаба, можно почерпнуть очень много полезных вещей. Я думаю, что как раз это тот случай. Не доверять изданию, с одной стороны, ну, наверное, мы не можем, хотя я довольно скептически всегда отношусь к тому, что дают различные институты изучения войны, потому что все очевидно, то, о чем я сказал, очень часто они используют просто ту информацию, которая выходит непосредственно от нас. Я, кстати, по этой 83-й бригаде хочу напомнить, что это не первый такой случай, когда ей влетают по зубам. Сегодня мы можем вспомнить, ну, давайте хотя бы июль прошлого года, фактически год назад, Бахмутское направление. И сейчас вспомним нашу героическую и легендарную 3-ю штурмовую бригаду, которая как раз этой 83-й дала очень хорошо по зубам, разгромив несколько их подразделений, причем, как говорится, подчистую. Нужно поднять архивные материалы, и где-то вот после 10-го июля это и произошло. То есть сегодня мы можем предполагать, что действительно эта бригада, которая была брошена как пожарная команда на Волчанское направление, противостоять вооруженным силам Украины, продвинуться вперед, завоевать этот плацдарм, о котором мечталось, она действительно получила по зубам. Потому что если мы говорим, а это подтвержденная информация, что украинские вооруженные силы сегодня контролируют более половины, а практически две трети территории Волчанска, плюс те заблокированные подразделения, о которых я уже сказал, то получается, что эта 83-я бригада действительно сегодня получила, ну если не в нокдауне сегодня, или не в нокауте, то в нокдауне точно. Поэтому такая информация, конечно, требует верификации, но то, что я знаю, это очень близко к правде. Это не дает нам, конечно, сегодня, скажем так, возможности сказать, ну все, мы победили, но это та информация, которая не может не мотивировать. Я думаю, что она приятна и тем бойцам, которые сражаются в наших силах обороны на этом направлении, это всегда прекрасно звучит, когда наши ребята уничтожают действительно элиту вооруженной силы Российской Федерации. Это та десантура, которую бросали в самые горячие точки, чтобы она выручала. Теперь приходится выручать ее. Не знаю, всех ли успели. Ну да. В любом случае, в условиях огромного потока информации, которая сейчас есть, есть действующий метод, эффективный, действенный метод. Это основывается на фактах. Произошло, подтвердила украинская сторона, допустим, подтвердили мировые наблюдатели. Да, можно от этого отталкиваться. Дальше обсуждать. Как, например, Минобороны подтвердило поражение российского центра космической связи в Крыму. Все подтвержденная информация. Раньше были предположения, сейчас есть больше данных, от которых, опять же, можем отталкиваться и обсуждать. Я понимаю, что это не ослепит нашего врага, не ослепит оккупантов. Но означает ли это, что размер тех шор, которые сейчас закрывают глаза оккупантов, увеличивается с каждым днем? Ну, это однозначно. Я больше скажу, наверное, не открою военную тайну, точно не открою, что не обо всех случаях поражения тех или иных военных объектов Российской Федерации на временно оккупированных территориях или на территории самой России сегодня сообщается. Это абсолютно верно, потому что существует понятие и тумана войны. Опять-таки, действительно, мы понимаем, что наш информационный век очень многое зависит от информационного сопровождения той или иной боевой работы. И то, что нельзя показывать, поверьте, об этом мы узнаем, ну, немножечко позже, чем нам бы, наверное, хотелось. В любом случае, то, что сегодня Украина уже может занести себе в актив первое, Украина с помощью дронов, которые летают уже на расстоянии 2000 километров, номенклатура этих украинских дронов, она настолько широка, это линейка, то есть это и дроны Камикадзе, это морские дроны, если мы говорим о море, которые могут доставлять БК, работать как логистика и в то же время быть боевым кораблем, то есть, ну, меньшего размера, понятное дело, то, соответственно, Украина уже пробила так называемый ядерный щит Российской Федерации. Мы говорим о радиотехнической составляющей. Собственно, если вы вспомнили 40-й центр военно-космической связи, который действительно находится в Крыму, это мощнейшая база, которая строилась еще во времена Советского Союза. К сожалению, недолжное внимание оказывалось за годы независимости с нашей стороны, и вполне на это есть объективные причины. Россияне в этом очень хорошо помогали, чтобы оно не работало. Ну, а потом, когда произошла временная оккупация нашего Крыма, то россияне вкладывались в это большие средства, потому что это космос. И спектр этих работ, которые мог выполнять этот комплекс, этот центр, ну, просто действительно очень широк. Это и мониторинг космического пространства, наблюдение буквально там за многими спутниками, это система связи ГЛОНАСС, это различные, в том числе, там, космические боевые спутники, которые сопровождают управление войсками, там, работу авиации и так далее и тому подобное. То есть спектр очень широкий. И вот пробили и здесь. Насколько это ощутимо для врага? Любой минус для врага, конечно, для нас это огромный плюс. И та стратегия, которую Украина выбрала, уничтожение сначала вот этого зонтика над временно оккупированным Крымом, если мы о нем говорим, от систем ПВО. Вот сегодня тоже интересная информация. Прометея прошла, С-500, дальше мы останавливаемся, действительно ждем верифицированной информации. Так вот, сегодня эти системы пробиваются. Прошу прощения, что перебиваю. Ранее появилась информация, что оккупанты подтянули на территорию временно оккупированного украинского полуострова как раз-таки эти системы, С-500. Она подтвердилась? Есть подтверждение того, что они действительно там базируются? Враг потянул, да, это было в начале июня, и сегодня, ну, есть определенная информация. Ждем подтверждения, не спешим. Да, хочется быстрее, но мы понимаем. Так что в любом случае, Украина пробивает вот как раз этот радиотехнический, технический элемент российской обороны, причем как Крыму, например, или на территории Российской Федерации. Ощутимо ли это для врага? Конечно, ощутимо. Ну и весь мир понимает, даже кто сомневался, что аналогов нет, не совсем аналогов нет, и к нашей борьбе присоединяются те люди, которые, ну, давайте, наверное, политически, меркантильно хотели бы поучаствовать в разделении шкуры, пусть еще пока не убитого медведя. Но в любом случае они становятся нашими союзниками. Это плюс? Да, это тоже для нас плюс. Поэтому вот такие действия силы обороны, они, конечно, и мотивируют. И еще раз хочу сказать, мне обо всем сообщается, и это правильно. Сергей Борисович, еще один вопрос, если позволите, и тут исключительно ваше мнение. Как вы считаете, военные успехи Украины, которые мы можем наблюдать в последнее время или за предыдущие несколько месяцев, насколько они развязывают руки для принятия положительных для Украины политических решений нашими западными партнерами? Я хотел бы, чтобы развязывались руки, прежде всего, для военных действий. Если мы говорим об ударах по территории Российской Федерации, потому что лозунг, что Россия не должна победить, давно уже превратился, я надеюсь, в лозунг, Украина должна победить Российскую Федерацию. Если наши западные партнеры будут руководствоваться именно этим лозунгом, тогда пойдут быстрее поставки вооружений, тогда быстрее пойдут поставки БК. Ну вот один пример только. Мы говорили в вашей студии о том, что постепенно артиллерия возвращается на поле боя. И как сразу это стало ощутимо? Я сейчас не буду говорить о цифрах, они уже всем известны, что вполне вероятно, что соотношение снарядов на поле боя действительно в разы упало. И теперь, если не паритет, то мы к этому очень близки. И как изменилась ситуация? Ведь эта артиллерия очень во многом помогает. Ведь наши дроны летают и далеко, и бьют метко. Если будут все работать в коалиции так, как работает морская коалиция, которую возглавляет Британия, ну у меня особое отношение к британцам, ну посмотрите, что происходит в Черном море. Если все коалиции будут работать по дронам, по Ф-16, по артиллерии, то ситуация, конечно, будет меняться. Мы сейчас с вами говорим о реальных вещах. У нас с вами нет розовых очков. Мы понимаем, что ситуация на поле боя очень сложная. Но вот такие изменения на поле боя, они, наверное, нужны прежде всего, и надо о них рассказывать как мотивация для дальнейших действий. Сергей Борисович, спасибо большое. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за оценку ситуации. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии ЮК и военный эксперт, присоединялся к нашей трансляции. Благодарю. Спасибо.